Так, снова выпуск из Москвы, на этот раз Лужники. Двигаюсь сейчас в штаб Isle of Running на мероприятие, посвященное 35-летию марафона The Subble, где его организатор Патрик Бауэр будет рассказывать о том, как вообще пришла идея этого марафона о марафоне, о каких-то его сложностях, о создании, ну, в общем, обо всем и должно быть очень интересно. У меня с марафоном связана очень интересная история, я ее рассказываю, наверное, в каждом интервью. Вся моя сверхмарафонская карьера, в принципе, началась именно с марафона The Subbles, потому что, хоть я в нем и не участвовал, первое про ультрамарафон, что я узнал, это была статья про подготовку человека к марафону The Subbles, и именно из нее я узнал, что люди могут бегать не просто там 40 километров по дороге, и они могут бегать несколько дней больше 100 километров. И я тогда был под таким большим впечатлением, и именно после этого решил тоже попробовать, ну, там, сначала пробежать свои первые 100 километров, а дальше уже пуститься во все многодневки. Меня зовут Максим Журилло, я один из организаторов «Аэлла Браннинг», ну, и, собственно, наш штаб здесь, в Москве. Так получилось, что мы начали беговую школу в 2012 году «Аэлла Браннинг» как хобби, нам просто нравилось бегать, мы хотели завлечь больше людей в бег. И МДС, вот тема сегодня 4 дня, это была какая-то невероятная высоты мечта. Я очень хорошо помню, что, по-моему, в 13-м году был и его партнер Волошин, мой партнер по старому, и мы делали с ним встречу, это было первое наше соприкосновение с МДС. А вообще первое соприкосновение с бегом случилось у нас с нами в один год или в одном городе, это был 2009 год в Нью-Йорк, мы побежали в марафон, не зная друг друга, но я потом на следующий день купил газету «Нью-Йорк Каймс», в которой пишут все книжёры, и там из России было два человека. Это было нами, которое я не знал, но там было в Нью-Йорк, но это был я. Ну и, собственно, тогда уже начала появляться идея, что надо как-то Россию вовлекать в бег и спорт, потом мы прикоснулись к МДС, а потом, собственно, начали расти и развиваться. И для нас, конечно, огромная честь здесь, в этом нашем небольшом зале и офисе, принимать людей, которые приложили руку к развитию бега глобально, на мировом уровне, и, в частности, хватит, который создал запек, который является легендарным, феерическим и большой, огромной мечтой, да, большого количества ультальгунов. Вот. Я хочу сказать Наде спасибо за то, что она всё это организовала и Патрика в Россию привезла, не знаю, какими путями, вот. Потому что, когда мы запустили анонс, некоторые мои друзья, которые бегали, МДС сказали, слушай, чё, серьёзно, он живой теперь, вот. Я говорю, ну, говорят, да, ну, и, в общем, это случилось. Вот, Наде Злачова, прошу любить и жаловать, а нам дальше всё вести. Да, вам спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что вы пришли. Ну, Патрик и сам приехал, в общем-то. Я хочу сказать, что я представляю Маратон Десабрин в России как официальный агент. Наш проект, срокоплакомо.ру, был основан в 19-м году, как раз сразу после пробега легендарного того нью-йоркского марафона. Мы уже очень много лет пытались в официальных исторических стартов в пути, как нью-йоркский марафон, лондонский марафон, Токио, Берлин и Чикаго. То есть, это вот так называемый major sex. Мы представляем этот интерес в России и являемся их агентами. И самый, наверное, для нас любимый старт, потому что сам сложный, потому что самый необычный, самый экстремальный, the toughest race of the world, как сказал однажды, я пытаюсь, это Маратон Десабрин. Мы безумно рады, что Патрик наконец-то до нас добрался. Мы хотели увидеть его в 2014 году, когда более-менее так активно, уже привлекали участник этому событию. Наконец-то Патрик здесь. И наконец-то он с моими, так сказать, устами расскажет о том, как все это случилось. Привет! Портонуо, merci beaucoup. Спасибо большое за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо клубу, который здесь нас сегодня принимает. Спасибо директору. И вообще, это очень хорошая инициатива была. Спасибо Надя и спасибо Геннадию, которые подвигают наши интересы в России. Это мой первый путешествие в Москву. Я рада быть между нами и в моем офисе, Райан, который меня акупает. Спасибо. На самом деле, я уже два года хотел побывать здесь. Я первый раз хотел приехать в прошлом июнь, но был кубок чемпионата мира по футболу. И это мой первый визит сегодня в Москву. Я очень счастлив быть здесь и счастлив еще больше, потому что смог привезти еще и своего сына, Райан. Есть леса, люди очень пригодятся. Поэтому вот, вверх, я вас приглашаю, чтобы вы посетили этот прекрасный город. Немножко расскажу вам о Марокко, о стране, которая уже почти 35 лет принимает наш марафон. И, как вы знаете, марафон проходит в Сахаре, в марокканской части Сахары. И действительно потрясающая страна. Помимо того, что там есть наш марафон, там прекрасные виды, там горы, там море, больше 3000 км береговая линия. И я вам очень советую приехать туда, пусть даже не во время марафона. Наш марафон проходит в Сахаре при поддержке его величества, короля Марокко. Очень важный пример. И кроме просто поддержки короля Марокко, нам помогают еще и королевские вооруженные силы Марокко. 30 грузовиков, около 600 человек, которые помогают нам перемещать все наше оборудование. Мы перемещаем наши палачные городки каждый день. И очень важно иметь эту поддержку. Она просто необходима сегодня. Мы не можем без нее обойтись, потому что наш лагерь перемещается, как я уже сказал, каждый день. Это 2000 человек примерно. Это бегуны, это журналисты, это команда медиков. И, конечно, помощь вооруженных сил становится неприятной. И сейчас немножко о исторических связях между марафоном и Россией. В 1993 году в 8-м марафоне принял участие россиянин Алексей Кононов, который пришел к вторым в общем забеге. А в 94-м, 95-м и 96-м годах, то есть, соответственно, 9-й, 10-й и 11-й марафон, в них участвовал россиянин Андрей Эркстон, который приходил первым три раза подряд. И немножко сейчас поговорим еще о женщинах в марафоне. На самом деле, женщин в марафоне около 20% от всех участников и сходят с дистанцией они намного реже, чем мужчины. Не знаю, происходит ли так во всех марафонах или только у нас, но... В 2015 году на 30-м марафоне участвовала выдающаяся русская бегунья Наталья Сидыр, которая пришла третьей в своем первом марафоне. Потом она еще год тренировалась в Дубае и вернулась на 31-й марафон и пришла там первой по женскому забегу. В общем забеге она взяла 11-е место. Можете себе представить, насколько это невероятно, когда наравне с мужчинами женщина, как называется, так ли. В 2018 году она снова приехала на 33-й марафон и заняла 4-е место в общем забеге из-за того, что получила штраф за отсутствие снаряжения свистка. Ну, такие вещи случаются. Даже у самых лучших иногда происходят такие маленькие ошибки, которые иногда стоят баллов. За последние годы у нас было очень много российских участников и вот в этом году, в 2020-м, на 35-ю годовщину марафона мы ожидаем уже 30 участников, то есть 30 участников подтвердились. И мы ждем еще подтверждения от других. Во-первых, 42КМ в России единственный вариант, как можно на Десабле заявиться, да, насколько я понимаю, для россиянина? Ну... Или сейчас нет? Потому что раньше... Нет, сейчас немножко по-другому работает, то есть заявляется человек просто зайдя на сайт Маратон Десабле. А, раньше просто нельзя было этого сделать? Да, сейчас налажена примерно та же схема с личными кабинетами, как на любом другом марафонском сайте. В чем наша задача? Мы просто помогаем подготовиться, в смысле мы размещаем некую информационную поддержку на русском языке, то есть, что положить в рюкзак там, что есть, что пить, какие-то даем им советы. Еще очень важно сказать людям, действительно, что пытался Патрик сейчас сказать, что, ребята, Маратон Десабле – это не только про то, что попасть в первые 20, да? Вы можете быть... Как это? Как не то, что... Нет, не то. Как? Вы можете быть... Надо выиграть жизнь, это ездишь. Это жизнь, это нужно ее прожить, и вы можете это сделать, даже если у вас нет с плечами ни одного марафона, если честно. Такой участник финишировал в 19-м году. Он шел пешком. Полностью отречал до конца. Да, он полностью шел пешком, это совершенно позволяет... Их тайм-лимит и позволяет вписываться пешком. И он получил абсолютно тот же жизненный опыт, который получает человек, который бежит. То есть, он попробовал пустыню на вкус, приехал абсолютно счастливый, приехал с другими... С обгоревшими губами... Да, с другим мировоззрением. То есть, не нужно бояться таких гонок. Если вы хотите какой-то отличный жизненный опыт, то просто нужно идти участвовать. Слушай, тогда такой вопрос у меня сразу появился. Вот если раньше было сложно с заявкой на сайте, нельзя было так вот заявиться русскому человеку обычному, и в этом очень сильно помогали вы, как агентство, которое прям, ну, фактически... Ты как путевку покупаешь. Ну, да, да, да. Сейчас это стало немножко проще. Насколько изменился интерес? Насколько увеличился, уменьшился? И что-то поменялось у людей вообще, именно у россиян? Это, кстати, ну, это не зависит от того, как сложно зарегистрироваться на сайте. Это зависело, наверное, в прошлые годы от общей экономической ситуации. Но сейчас она лучше не стала. Нет, она стала немножко стабильнее. Денег просто не прибавляется у людей. Нет, ну, когда вот два года назад прям все уковыркалось, там, и все было совсем сложно, конечно, мы ощутили спад. Сейчас, в этом году подъем, да, я это связываю... Человек, я даже немножко, так, типа, скок-то. Ну, я это связываю, во-первых, с тем, что люди очень много чего уже пробежали, им хочется как бы пробежать что-то еще. То есть Комрад, когда уже пройден, 6 марафонов пройдено, ну, что еще? Айронмен сделан, да? Ну, куда еще? Остается Маратон де Саббль. Все такие, что там Волошин еще делал? Такие, ааа, де Саббль же. И второе, если вот вы сейчас же видели, там фоном шел фильм вообще про Маратон де Саббль, и там можно было заметить, что это, на самом деле, очень взрослая история. В фильме не было практически молодых людей. То есть европейцы, американцы, они все очень такие, ну, 45 плюс, 50 плюс, да? Это, наверное, история про какой-то такой жизненный опыт, когда ты с возрастом. И мне кажется, что сейчас вот мы, бегуны, взрослеем. Ну, вот наше поколение, там, кто пришел, Вектор, мы потихоньку взрослеем. Да, просто это не про молодых. Там же в кустыне ты один, тебе надо с самим собой разговаривать, с ним подумать. То есть есть вариант молодому бегуну, на самом деле, приехать и выиграть. Молодому быстрому бегуну. Конечно, да, про на дальше седых. Ну, да, хорошо. Есть, ну, вообще, советы по подготовкам именно на Победу. Это где-то 200-250 км в день. То есть хорошая подготовка. День? Да. В течение трех лет нужно бегать очень много. Это хорошая подготовка к поведению по питанию и жиросжиганию. Они очень мало едят во время. То есть мы должны быть готовы бежать на своих жирах и есть очень мало в течение этих шести дней. К этому надо подводиться. И очень хорошая техническая подготовка по части вот экипировки всех этих мелочей, чтобы, как Наташа, не потерять свисток во время гонки. Ну, да, да. Это очень все сложно. Мы, как бы, тоже вот это наша черта, что мы недооценивали. Вот эта педантичность должна быть в подготовке. Победа любит подготовка. Ну, кто сейчас хорошо с тем, что много народ выезжает в Европу, и те, кто бегает европейский старт, я как бы про американские не говорю, европейские они ближе, они проще, те уже приучаются. Ты понимаешь реально, зачем ты приехал, что тебе нужно, как себя вести, и не глядеть вне пунктов питания, заходить на чек-ин с полным списком вещей, которые нужно быть, и не думать, что сейчас я передам знакомому после чек-ина. Нет, если на победу, однозначно. Может быть, вам закроют глаза, если вы там 700-800, и то, как бы, иностранцы тоже, они не любят, когда сосед в палатке делают что-то не так. Это неприятно. Просто считается некрасивым. А если ты на победу идешь, однозначно нет. Идет очень четко в порядок. Ну, и я считаю, что современные технологии, физиологии, большие достижения позволяют надеяться на высокие результаты и в 45, и даже ближе к 50 годам. Не сомневаюсь, сейчас Western States, извини, что перебиваю, Jeff Brolin, 47 лет, 9 место на Western States, но с отличным временем, с отличнейшим временем просто. И еще выше есть 40-летний спортсмен. Несмотря на то, что выиграл все-таки 29-летний Вомзли и 24-летний, там, Джаред Хейс, второй, побил рекорд прошлогодний, а Вомзли там на 20 минут побил. У нас немножко отстает пока техническая база тренерская на этот счет. В мире намного больше информации на эту тему, в мире больше тренировочных подходов для ветеранов отдельно разработанных. У нас совершенно, у нас все идет от... Я бы не сказал, что тренировочное, мне кажется, отстает понимание того, что быть здоровым – это нормально, что для того, чтобы быть здоровым, не надо бегать, а это должен быть твой образ жизни, здоровье. И как бы цель пробежать марафон, нифига не цель, а цель здоровья изначально. Вот, у нас вот этого понимания нет. Ну, физическая культура, да, в классическом смысле слова. Ну, вообще, ты же видишь там, что сейчас творится с большой шестеркой, когда там, я не знаю, не даже не с большой шестеркой, а с быстрыми марафонами, когда кто-то... Ну, Дима Орлов, 53 года, пробегает Валенсию, 2,54, и, о боже, он 41-й в возрастной группе, возрастной. 41-й? 41-й. 50-60, он 41-й? Да, и ты смотришь этот результат, и думаешь, боже, смотришь, как отобраться на чемпионат мира среди возрастных групп, и там ребята... Ну, по ветеранам. Ну, да, по ветеранам. 2,30 надо бежать. Ну, здесь тебе 50, а если тебе 40, то из 2,20. Нет, это вообще вопросов нет. Просто я знаю... Это уровень, да. Чемпиона мира по ветеранам в марафоне давно еще, и вот, когда ты бежишь, типа, 2,40, ты... Тогда это было 45 лет, типа, 2,40, ты мог бежать по ветеранам, выигрывать мир вообще. Да, сейчас, 2,17. А сейчас тебя даже вообще близко. Близко тебя там не будет, и в Берлине ты будешь где-то там, в хвосте, в плести. И вообще там, типа, сколько ты бежишь, типа, 2,40, видишь, ты... Ну, это говорит о том, что эти люди в последние 10 лет своей жизни вели очень здоровый образ жизни. Ну, не только в последние 10 лет все-таки. Ну, по крайней мере, когда они проходили на пик, они были совсем другой образ жизни. Так что давайте, ребята. Слушай, еще такой вопрос тогда. Насколько Патрик вообще легко согласился, и что его сподвигло приехать в Россию? Это все-таки туризм и совмещение приятного с полезным? Или как-то ему... Нет, когда мы начали развиваться, они вообще видели потенциал в российском рынке. В регионе именно. Да, в регионе. И еще в 2013 году мы обсуждали первый раз его визит. И потом подкосили санкции. Плюс вообще мировая экономика немножко просела. Ну, да, да, да. Как бы начались все эти сложности. И как-то было непонятно, будем ли мы участвовать в общественной жизни. Сейчас, ну, кажется... В мировой общественной спортивной жизни. Это как-то нас стали недооценивать. А сейчас все стало лучше. Я думаю, что, конечно, Наташа сыграла огромную роль, победив в 16-м году. И... Ну, в 16-м, да, она победила? Я могу сейчас перепутать, что Наташа простила. Ну, можно сказать, что победив, я тоже не буду утверждать в каком именно году. Я думаю, что это был взрыв эмоций для всех. И для понимания того, что россияне вернулись как победители. Как бы мы готовы конкурировать на этот рынок. Это было очень здорово, да. Очень. Что можем не только в хоккей играть. Да. Да. Это очень круто. Я очень хочу, чтобы Наташа вернулась в 21-м году. Да, на самом деле, много сильных спортсменов в России, которые, к сожалению, не могут позволить себе выступать где-то, куда-то уехать. И много их очень в смежных видах спорта. К примеру, те же лыжники очень сильные есть в трейле. Те же ориентировщики есть невероятно сильные, которые могут выступать на европейских трейлах и завоевывать места. Да, просто вот всего не одно. Ну, рынок немножко маленький, спонсор не видит пока в концову. В беге особенно. Да. Не пытается. Да? Давай пиарь. Не, не, я наоборот всех отговариваю бегать. Я жил в Западной Африке в течение двух лет. В 1982 и 1983 годах у меня была возможность несколько раз пересечь Сахару на машине. Это были волшебные поездки, которые заставили меня открыть для себя эту одновременно враждебную и очаровательную среду, которая глубоко меня поразила. Я хотел вернуться, но вернуться пешком в одиночестве с водой и с едой. Это был некий личный вызов. Я хотел почувствовать себя человеком, который пережил кораблекрушение. Это был поиск себя в поворотный момент жизни, попытка найти смысл жизни через такое одиночество, через поход. Помимо физических усилий, это, конечно, принесло мне и некий самоанализ, и это было внутренним путешествием и обучением жизни. Самое трудное было нести рюкзак весом в 35 килограммов. В первый день я немного засомневался, потому что смог преодолеть только 17 километров и не знал, как долго мне еще придется идти. Необходимость преодолевать себя была довольно новым ощущением в сравнении с обычной жизнью. И я надеялся, что не ошибся в расчетах, когда это все планировал. Еще один вопрос, который очень-очень часто спрашивают. Как родилась и сама идея марафона? Не считали ли вас сумасшедшим? Существовали ли уже к тому моменту такие экстремальные марафоны? И кто или что было для вас ориентирован, когда вы создавали пещичный марафон? Идея родилась, когда я вернулся во Францию и как-то на вечеринке показал несколько кадров из документального фильма, в котором рассказывалось в моем путешествии как раз по Сахаре. Я понял, что очень многие мечтают о подобном приключении, но на самом деле только немногие смогли бы сделать это в одиночку. И, наверное, меня считали сумасшедшим, потому что какие-то журналисты писали, что солнце, наверное, сожгло мне весь мозг, потому что я хотел потащить с собой еще и других людей, отдохнуть на свежем воздухе в пустыне. Но их винить, конечно, нельзя, потому что проект был настолько авангардным, настолько новым, что я готов был согласиться с тем, что вообще-то многие могут поставить эту идею под сомнение. Единственная гонка в пустыне, которая в то время существовала, была Париж-Дакар на машине или на мотоцикле. Я, конечно, был энтузиастом этого проекта, но прекрасно при этом понимал свою некомпетентность в области организации и логистики. И поэтому нам потребовалось 22 месяца, чтобы запустить марафон, в котором приняли участие 23 первопроходца. И они, конечно, совершенно не могли даже подумать, что их участие навсегда войдет в историю, которая длится уже более трехдесяти лет. Еще один вопрос, который меня очень-очень волнует, это, конечно, забота об окружающей среде, потому что когда у вас такое количество участников под 2000 человек больше, то, конечно, остается много отходов. И часто спрашивают, что с ними делать и что они с ними делать. Наш марафон и наша организация очень тщательно относятся к вопросу защиты окружающей среды. Мусор всех участников собирается и сжигается в печи для утилизации отходов, поэтому у нас всегда чистый лагерь. Для нас это то обязательство, которое мы на себя принимаем. Это показывает наше уважение к местному населению, к королевству Марокко, который принимает наши мероприятия в течение почти уже 35 лет. И у нас есть специальная команда из 15 человек, которые ответственны за то, чтобы за нами всегда оставалась чистая земля. Что касается участников, то мы проводим ежедневные брифинги, на которых напоминаем о том, что надо сохранять чистоту. Бутылки с минеральной водой, которые раздаем ежедневно, все пронумерованы. Если вдруг участник выбрасывает бутылку, мы это, видимо, можем найти по номеру. Если такое происходит, то налагаются серьезные штрафы, вплоть до исключения изгонки. Патрик нам рассказывал сейчас по поводу организаторской части и организаторских вопросов. Владимир, как человек, который 2007-й? В 2013-м. А, в 2013-м году принял участие с эмоциональной стороны не организатора, а именно участника. Почему до Саблис много многодневок вообще в мире? К примеру, много многодневок горных, которые очень красивые. Тот же Трансальп восьмидневный, еще что-то. Почему до Саблис? Пустыня Сахара одна в мире. Гора много, а пустыня одна? Пустыня одна. С точки зрения того, что в марафон входит список самых сложных марафонов в мире, мой выбор по нескольким критериям, в том числе, пал на это испытание. Во-первых, я понимал, что пробежать марафон 42, но при должном уровне подготовки я смогу плюс-минус в любой момент. В любом возрасте. И на тот момент мне просто думал, что некую любовь к бегу надо разбудить. Ее разбудить, я думал, что можно только если поставить какую-то супер большую цель. Сложную, недосягаемую, которая просто не помещается даже в голову. И когда я прочитал про этот марафон в пустыне, я подумал, вот это психик. Нет, ну как можно вообще неделю бежать, и сколько там, 240-250 километров, в зависимости от того, как дистанцию напрутят организаторы. Потом я почитал кучу историй, связанных с тем, кто и как преодолел, а я подумал, класс, это мое. Во-первых, я терпеть ненавижу бегать, ненавидел тогда. Я подумал, что, может быть, через это испытание я попробую разобраться в виде спорта, который мне тяжело дается. Я убрал практически все из своего расписания, плавание, велик, все убрал на почти год. И просто готовился к бегу. Подготовка функциональной базы, объемы, тренировки, общение каждый день с людьми. Прям серьезно хорошо. У меня огромный конспект, на самом деле. Вот просто каждый вечер или там несколько раз в неделю я созванивался с людьми, которые бежали этот марафон. Контактами делились все знакомые с открытых холодными звонками. Ну и там по 30-40 минут и общался через скайп с людьми. Собирал. Почему нет гайда от Владимира? О подготовке? Почему? Есть, можно договориться. Это же мой интеллектуальный труд. Я, в принципе, потом... Вот, ты можешь это разместить у Нади на сайте. Знаешь, это будет как такой гайд, хотите подготовиться, вот, пожалуйста. На самом деле, да, это вот марафон десабель можно сравнить с большой проектной работой. Большинство людей все-таки уходят на старт абсолютно неподготовленными, как бы им то ни казалось. Они думают, что они преодолеют этот марафон, любой, там, городской, асфальтовый или трейловый, или уж в пустыне. Но в первые же минуты, там, сталкиваются с тем, что, черт побери, жарко, сухо, воды нет, питание растаяло, что-нибудь еще... И песок разбросан везде. И песок не крупный, а как абразивная пыль. Он же попадает везде. То есть, через неделю у тебя песок, хоть эти, доставай уже из ушей, он везде. Невозможно от него защититься. Неправильно подобранная экипировка, стерлись ноги. Неправильно подобранная, не знаю, нательная экипировка, стерлось тело. Там все вот одно за другим тянется. И одна проблема, она сразу же вытягивается в другую. Поэтому марафон в пустыне, он не только про спорт и про забег, про планирование, про правильный процесс подготовки к абсолютно любому испытанию. Дальше после марафона десабель, наверное, ко всем спортивным испытаниям начал готовиться исключительно с точки зрения проекта. Сколько внешних факторов надо учесть, чтобы успешно преодолеть, я не знаю, 200 километров, 5 айронменов, 10 айронменов, что угодно. Это все проект. Поэтому первой школой моей был МДС. И я понял, что пустыня прекрасна. Что этот лунный пейзаж, ты его никогда и ничем не заменишь. Я узнал, что айфон может на одной зарядке подержаться неделю. Потому что я реально зарядил телефон. То есть ты не включаешь его. Я включал только фотографировать, но потом выключал, и мне хватило телефона с удаленными всеми приложениями. Батареи телефона, пятерки айфонов, хватило на неделю. Когда я финишировал через неделю, у меня было 18%. Я в последний день свой телефон потерял в пустыне. И мне его нашли, и потом вернули. Через какое время? Ну, люди кто-то нашел в песках. Да, да, да. Обалдеть, очень круто. Одна, две, максимум три причины вески, по которым человек должен решиться участвовать в ДСАБЛС. С твоей точки зрения. С твоей точки зрения. Хорошо. Первая, самая главная точка зрения, что от этой цели становится жутко страшно. Вот когда ты начинаешь к страшной цели готовиться, у тебя полностью меняется абсолютно сознание. Да как в космос слетать. И после преодоления такой цели ты чувствуешь себя безумно счастливым человеком. Это раз. Так. Второе. Жизнь очень срочная штука, и ты не знаешь, когда ты в следующий раз потенциально можешь оказаться в пустыне. А в 2020 году есть вообще шикарная возможность писать свою имя в историю, пробежать юбилейный марафон ДСАБЛС. Еще есть такая возможность? Или слоты уже все? По-моему, несколько слотов у ребят осталось там. Но сейчас из России уже 35 человек зарегистрировались на следующий год. Это раз. То есть ты можешь вписать свое имя в историю юбилейного марафона в песках. И потом, когда уже будешь старый, дряхлый, абсолютно никому не нужный, будешь сидеть с внуками и показывать им медали, и рассказывать истории, связанные с преодолением пустыни. Просто пробежать по пустыне Сахара один раз в жизни хотя бы. Третье. Если ты пробежал по пустыне Сахара, твоя жизнь уже точно не будет прежней. Потому что очень много в голове произойдет изменений в моменте подготовки. Самое главное в моменте преодоления этого испытания, ты четко, совершенно... Мне кажется, что после такого испытания у тебя абсолютно не будет вопросов к самому себе. С точки зрения того, что ты можешь на самом деле. И в сторону жалости, и в сторону травмы, и в сторону все. Потому что есть сила воли, есть цель стремления преодолеть дистанцию и оказаться на финишной линии, как бы тебе это тяжело не было. Я видел людей, которые сходили с дистанции в первый и второй день. Во второй день, причем, еще самое большое количество тогда сошло. И они как багаж перемещались до финишной линии в течение недели. Никуда ты не можешь деться из пустыни. То есть тебя домой никак не транспортируют? Никак, абсолютно. Но ты можешь заказать вертолет и улететь, если хочешь. Эти же сошедшие и те, которые финишировали, этим становилось все хуже, хуже, хуже изо дня в день. И потом эти глаза встретились. Тех, кто сошли с дистанции, и тем, которые стиснули зубы, дошли до финиша. Мне кажется, этим ребятам, которые сошли с дистанции, было очень больно. Больно. Да. Гораздо больнее, чем тем, которые физически пострадали, но оказались на финиш. Вот третий, это вывод с точки зрения того, что твой потенциал, он практически безграничен. Так что вот вам три причины веские. Круто. Вообще очень круто. Спасибо. В нашей жизни обычно не так много возможностей действительно как-то оказаться в среде, которая нам враждебна. А здесь мы должны идти по жаре, тащить сами на себе еду, воду. Мы сами разводим, расстроим, например, вечером, живем вместе с другими участниками в палатах. И все это способствует возникновению доброжелательности к другим, солидарности с другими. Это, можно сказать, обнажает нашу душу, позволяет видеть нас вне всяких социальных рамок. Уже не важно, кто вы, либо вы директор какой-то крупной компании, либо просто водитель в такси. Совершенно не важно, кто вы, потому что вы находитесь вместе друг с другом. Марафон – это, как уже было сказано, не только путешествие по Сахаре, это еще и внутреннее путешествие, которое сделает вас, в конце концов, сильнее. Не многие, точнее, не всегда люди понимают это до того, как начнут бежать, но почти всегда, когда пришли, они еще.